Основная цель проекта вовлечение молодежи в работу по уиквечиванию памяти о самом массовом танке Великой Отечественной войны. Макет сайта был создан непосредственно операторами научных род совместно с юнормейцами. Программная платформа позволяет хранить и интерактивно отображать на карте танки Т-34, входящие в состав музейных экспозиций и мемориальных комплексов. Также программная платформа позволяет координировать большое количество участников, которые непосредственно на местах через мобильное приложение добавляют информацию. Созданная программная платформа имеет хороший потенциал для масштабирования на другие образцы военной техники и мемориалы памяти героизма нашей страны. Если рассказывать более детально о проекте, то проект был запущен в крайне сжатые сроки. И в первую очередь нам хотелось на данном этапе создать и проверить платформу, которая позволила бы участвовать в проекте большому количеству людей, чтобы он реально был масштабируемым. За пример мы взяли Т-34, поскольку это танк-солдат, он очень массово выпускался, и это танк, который реально пережил свою войну, для которой он создавался. То есть он до сих пор участвует в некоторых регионах, в некоторых боях. А в итоге мы создали такой, ну, конкретно сейчас вы видите сайт, который как графическая оболочка, точнее это даже макет сайта, он требует еще более детальных доработок. Также вот, как показано на экране, мы попытались проверить возможность более интерактивного отображения информации, не просто посредством фотографии, а создания таких вот виртуальных туров. Также мы постарались несколько заморочиться с классификацией, чтобы это не просто были текстовые поля, а также была возможность при наличии данных, допустим, о заводском номере, о заводе-изготовителе. Это, к сожалению, не всегда очень просто найти, а скорее практически всегда сложно найти. И в том числе классификация по техническому состоянию самого танка и экспозиции, в которой он состоит, чтобы в будущем можно было интерактивно отображать на карте и видеть те проблемные объекты, для которых требуется реставрация или уборка. Смысл этого проекта в том, что молодежь, прежде всего молодежь, с помощью мобильных приложений, он скачивает наше мобильное приложение к себе на компьютер, на iPhone или на Android и iOS. Он скачивает на любой телефон или планшет, скачивает наше приложение, идет к памятнику Т-34 и собирает информацию, делает фотографию. Причем оценивает, добавляет туда сведения, полученные там с интернета, других источников информации, наполняет эту систему данными. Данные о состоянии памятника и прилегающих территорий. И вот на карте отображается вот этот каждый зелененький значок. Верни, пожалуйста, не спеши. Вот каждый зелененький значок – это танк. Конечно, далеко не все это танки, мы их много еще. Мы только начали этот проект. И когда мы нажимаем на этот символ танка, мы получаем данные. Это фотографии, это какие-то исторические события. Сюда подключается и панорама, как вы видите. Сюда можно подключить 3D-модели. И самое главное здесь, может быть, в том заключается, что мы собираем базу данных. Базу данных по одному из символов нашей победы, по танку Т-34. Она электронная, она для молодежи привычная. Молодежь ходила, юнармия собирала эти данные, чтобы особенно радостно, конечно. А второе, что очень важно, это как бы собрали базу данных. А второе, что важно, это система позволяет обеспечить мониторинг состояния. Потому что вот сейчас в последнее время большая работа проводится в поддержке, в качественном состоянии памятника. Но время идет, они могут, если они, может ухудшаться состояние. Поэтому здесь есть блок, который позволяет оценить состояние. И балансодержателю передать сообщение о том, что есть проблема с обратной связью. То есть вот это вот очень интересная такая система мониторинга. Фактически состояние, она долгоиграющая. Этот проект сейчас, по нашим данным, поддержан министром обороны. И надеюсь, что он будет развиваться. И мы бы хотели 75-летию нашей Великой Победы закончить этот проект. И дальше его тиражировать. Потому что есть инструмент. Дальше на очереди символы победы. Катюша, пушки ЗИС-5 и муштурмовик Л-2. Здесь памятные места ветеранов Афганистана. Памятные места десантников, медиков, журналистов военных. Вот эта база данных позволяет вообще-то создать уникальную совершенно картину минувших наших дней. И создать уникальную память. Причем память с участием молодого поколения. Который потом будет говорить. Вот этот памятник я сделал, я фотографировал. Это мой вот, мой значок. Это очень важно. Чтобы молодежь это чувствовала. И потом, в электронном виде это все действительно здорово. Потому что здесь есть и фильмотека подключена. И мэры хотим их проект развивать дальше. Поэтому, когда мы говорим про интеллектуализацию технических средств охраны в Дедали, она понимается нами в широком смысле слова. Это и технологии, это и комплексные проекты, это и новая нормативно-правовая база, которая стимулирует развитие инноваций. Наверное, мы будем предлагать какие-то интеграционные процессы, какие-то, допустим, создание кластера по техническим средствам охраны в рамках Росатома. То есть много интересных таких инновационных решений, которые рождаются сегодня из того, ну, казалось бы, простого небольшого решения Росатома, которое состоялось в ноябре 2017 года. За это время я не все рассказал, но основного я успел сказать. Во всяком случае, много интересных проектов, которые сегодня в стадии либо развертывания, либо уже завершенные. Ну, еще больше, конечно, перспективы.